Координатор правозащитного проекта «Сибирь правовая» Дмитрий Камынин на себе испытал, как в российских СИЗО относятся к задержанным. Уголовное дело на него завели после серии интервью с бывшими заключёнными о пытках в исправительных учреждениях. Насилие сотрудники следственного изолятора применили к правозащитнику, когда он написал в прокуратуру очередное заявление о нарушении его прав. Один из сотрудников оперативного отдела вместе с другими сотрудниками режимного отдела силой повалили меня на бетонный пол и стали выворачивать руки за спиной с неимоверной силой. Данная экзекуция продолжалась около 30 минут. Затем пришёл дежурный помощник начальника СИЗО, надел на меня наручники, поднял с полу и стал пытаться порвать мне рот руками под предлогом досмотра. Дмитрий Камынин – российский правозащитник в письме матери из публикации в издании «Тайга.Инфо». О пытках, насилии и унижении со стороны сотрудников СИЗО рассказал и российский блогер Николай Лебедев. Его задержали в начале ноября после публикации ролика с пародией на российского солдата. После двух недель содержания в Сахарово и извинений на камеру блогера выслали из России в Молдову. Там он смог открыто рассказать об отношении к задержанным в следственном изоляторе. Они били меня, били меня со всей силой, руками, ногами. Они прыгали на мне, прыгали. Я лежал, я просил их, я с ними разговаривал. Что вы хотите? Я говорю, я извинюсь, кричал, я извинюсь. Они били меня на протяжении 20 минут. Я все это время кричал и весь голос. В Иркутской области до суда дошли крупнейшие дела о массовых изнасилованиях заключенных ангарской колонии номер 15. В них десятка эпизодов, но, несмотря на это, далеко не всех жертв признали потерпевшими. Всего в деле 8 эпизодов насильственных действий сексуального характера группой лиц. Среди обвиняемых заключенные, которые могли сотрудничать с администрацией-изолятором. Разработчик Говорин мне сказал, что если я не признаюсь и не возьму на себя вину, он и другие осужденные изнасилуют меня. И что у него для этого имеется разрешение сотрудников СИЗО-1. «Я отказался разговаривать, после чего Говорин ударил меня головой об стену. Избивали меня и на следующие дни. На четвертый день, не добившись от меня признаний, ко мне применили пытку извращенного сексуального характера». Игорь Колосов, потерпевший от насилия в СИЗО, из публикации в издании «Тайга.Инфо». Правозащитник Владимир Осечкин опубликовал переданные ему фото и видео из исправительной колонии Калужской области. По его информации, оперативники решили провести воспитательную работу с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины. Они не одобряли то, что других осужденных отправляют на фронт и не были согласны участвовать в боевых действиях из-за своих убеждений. По мнению правозащитника, чиновники в России используют пыточные конвейеры и изнасилования, чтобы окончательно подавить волю населения. Наталья Ягусова, Владимир Штенгелов, для телеканала «Фридом».